УАЗ опубликовал прайс-листы на новую версию модели пикап с шестиступенчатой автоматической коробкой, которую ранее примерил УАЗ Патриот. Двухпедальный пикап стоит без малого 1 миллион 200 тысяч. С механикой машину можно купить более чем на 300 тысяч дешевле. В базовую версию включены стальные 16-дюймовые диски, кондиционер, электропривод и обогрев наружных зеркал, плюс подушки безопасности водителя и пассажира. На выбор доступны три комплектации. В топовом исполнении именно пикап стал самым дорогим автомобилем марки УАЗ из тех, что официально продаются сегодня. С 1 апреля АвтоВАЗ переписал ценники на свою продукцию. Лада Гранта стала дороже на 5 тысяч рублей. Внедорожники 4х4 прибавили 6 тысяч, а при покупке Ларгуса придется доплатить 7 тысяч сверху. Веста подорожала неоднородно. Седаны, включая версии спорт и кросс, нарастили цену на 7 тысяч, а вот универсалы сразу на 9. Похожая ситуация и с кроссоверами X-Ray. Если обычный вариант модели прибавил 7 тысяч, то исполнение кросс 9 тысяч рублей. Стоимость машин на газовом топливе осталась прежней. Также старые ценники сохранились за внедорожником Chevrolet Niva. До этого АвтоВАЗ повышал цены 1 января, текущего года. Концерн General Motors бросил силы на выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких. Из-за этого премьеры и поставки грядущих новинок будут отложены. В частности, выход новых внедорожников Chevrolet Tahoe, GMC Yukon и Cadillac Escalade оказался перенесен на более поздний срок.